Поощрение ребенка. Поощрение – это искусство воспитания. Оно может быть как полезным, так и вредным. Самая важная функция исполненного желания – это трансформация сознания. Поэтому для ребенка ценным подарком может стать то, от чего он становится другим, приобретает новые опыты, знания, навыки. Обязательно хвалите ребенка, если он этого достоин. Хвалите ребенка за то, что он делает правильно. Похвала – это краеугольный камень обучения ребенка. Хорошие слова в адрес ребенка должны звучать чаще, чем негативные. Это может показаться трудным, если поведение ребенка нужно корректировать. Пусть он слышит, как вы рассказываете о его достижениях другим. Проверяем временным совет, хвалить на людях и ругать наедине особенно важен в случае детей, на которых слова, сказанные в присутствии других людей, оказывают сильное воздействие. Однако похвала должна быть искренней. Не нужно хвалить все, что делает ребенок. Важно найти золотую середину. Про увеличенную похвалу тотчас хочется поставить на место. Не разбрасывайте незаслуженной похвалой направо и налево, стараясь расположить себе ребенка. Ребенок ценит искреннюю похвалу. Я думаю, у тебя обязательно получится. В следующий раз ты постараешься и сделаешь совсем правильно. У тебя неплохо получилось, даже если вы знаете, что хвалить особенно не за что. Но в другой раз тебя будет еще лучше. Поощрение должно следовать за хорошим поступком. Многие склонны заострять внимание на плохих детских поступках, игнорируя хорошие. Но именно акцент на последнем для ребенка наиболее важен. Так ребенок понимает, что вы им гордитесь и любите его, верите в него. Это становится для него стимулом. Задача родителей – поддерживать ребенка. Похвала должна быть направлена на поступок ребенка и хвалить так же, как и ругать не надо без особого повода. Можно предложить обмен. Поощряйте за то, что ребенок сам сделался усилен. Вот как ты хорошо сделал сегодня. Сам убрал свои игрушки, сложил одежду. Теперь у меня есть время рассказать тебе сказку. Но всякий раз обдумывайте ваше обещание и давайте его только в том случае, если действительно сможете его выполнить. Поощрение должно следовать за хорошим поступком. Однако в жизни не за каждым добрым делом следует награда, поэтому приучать к этому не стоит. Не выражайте одобрения финансовом эквиваленте. Не следует поощрять помощь по хозяйству или творческую деятельность ребенка деньгами. Ребенок успешно занимается тем, что выбирает искренне, по внутренним мотивам. Если же ребенок знает, что вслед за действием последует оплата, то это в корне меняет характер поведения из творческого занятия зарабатывания денег. В семьях, где несколько детей, родители должны следить, чтобы поощрение одного ребенка не вызывало у других чувства зависти и обиды. Исключите поощрение сладким. Конечно, проще купить шоколад. Проще, но не лучше. Награды и привилегии являются подходящими стимулами для достижения желаемого результата, особенно в тех случаях, когда вы пытаетесь повысить усердие ребенка или добиться, чтобы он вел себя ответственно. Неплохо пообещать детям сделать им что-нибудь приятное, когда будет выполнена одна или несколько задач. И вполне нормально обещать ребенку подарок за определенное количество оценок. Это вдохновит его на дальнейшие успехи. Совместная игра. По ощрением могут стать совместные игры со взрослыми. Ребенка больше всего интересуют именно те предметы, которые побывали в руках у взрослых. Поэтому так важно приучать ребенка к совместным играм, а не оставлять его наедине с игрушками. И еще совет. Ребенок должен чувствовать себя любимым просто так, а не за успехи.